В общественной палате Российской Федерации обсудили деятельность ресурсных центров в сфере национальных отношений. Опытом и лучшими практиками поделились руководители и представители организаций со всей страны. Чем отличился московский регион, в частности Люберца, знает наш корреспондент Анна Троян. Презентованный ролик о работе телеканала ЛРТ – яркий пример того, как СМИ могут успешно взаимодействовать с национальными общественными организациями. Журналисты компании активно освещают мероприятия, касающиеся межнациональных отношений на территории региона. На встрече, посвященной деятельности ресурсных центров, Екатерина Дегтярева также поделилась с коллегами опытом работы Московского областного отделения Ассамблеи народов России в Люберцах. Он был создан в середине 2016 года при Центральном ресурсном центре Ассамблеи народов России, то есть как отделение, а не как самостоятельная юридическая единица. Нам получилось связать между собой деятельности муниципальных общественных палат, регионального Московского областного отделения Ассамблеи народов России, государственных органов, образовательных и религиозных учреждений и средства массовой информации, в частности телевидения. В итоге за период с 2014 по 2017 год изготовлено свыше 550 информационных программ. Дома национальности, конфессиональные, межкультурные, общественные организации и ресурсные центры. Для обмена лучшими практиками их руководители съехались на круглый стол в общественную палату России со всей страны. Столичный дом национальности, к примеру, рассказал, как Москву, в которой проживает много народов, помогают объединить этнотуристические маршруты. Разработанное отделом экскурсионные маршруты наглядно демонстрирует, что наша столица веками была многонациональной, что представители разных народов неизменно жили здесь в дружбе и согласии. Разработано 53 этнических маршрута. Есть такие маршруты, как татары Москвы, белорусы Москвы, евреи, православная Москва. О своих проектах, направленных на сближение и дружбу народов, рассказали гости из Татарстана, Ярославля, Северного Кавказа. На севере, в Сибири и Дальнем Востоке различными мероприятиями поддерживают общины коренных малочисленных народов. За круглым столом участники встречи пришли к единому мнению. Ресурсные центры – это постоянная действующая площадка для активистов национально-культурных объединений. Основная задача – это укрепление единства Российской нации. Поэтому, а как это? То есть сказать легко, а как это на самом деле сделать? Поэтому я думаю, что нам предстоит очень активно поработать, и мы будем проводить и в течение года и окружные, и региональные семинары, будем выезжать в регионы. По итогам встречи эксперты определили приоритетные направления, а также обсудили планы дальнейшего развития ресурсных центров в сфере национальных отношений. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова